Приветствую вас из ХОДИТЬ, я вам предлагаю вашей ситуации из того, чего вы сами для себя в первую очередь хотите. Вот вообще, чего хотите. То есть, если вы считаете, что мужчина должен вас обеспечивать, если вы считаете, что мужчина должен вас материально поддерживать, если вы считаете, что это, ну, нормально для себя, если вы так решили, то ваш молодой человек вам, ну, совершенно очевидно не подходит, потому что он вас не содержит. И можно в общем и целом, сколько угодно, говорить о том, что он должен что-то, или он наоборот чего-то не должен, но молодой человек вас не содержит, он делать это не хочет и, соответственно, вас это не устраивает. Соответственно, в этом случае вам нужно просто-напросто найти себе такого мужчину, который содержал бы вас и, собственно, клал деньги на телефон и так далее. Ну, то есть, такого, кто реализовывал бы ваши потребности и желания. Это если вы считаете, что мужчина должен вас содержать. Если вы любите своего молодого человека, с которым вы сейчас находитесь в отношениях, то я полагаю, что к нему относиться нужно с уважением. И, во-первых, принять то, что он вас не содержит и, скорее всего, содержать не будет. Вот. И, ну, потому что он этого не сделал и, соответственно, вряд ли он будет это делать, да. Вам нужно принять тот факт, что молодому человеку, то есть, человеку, которого вы любите, не нравится то, что вы делаете. То есть, не нравится то, что вы просите помощи у других молодых людей. Вот. И ему это кажется негативным. То есть, для него это неприемлемо. И если вы его любите, то вы не будете делать того, что для него неприемлемо. Вот. Если вы делаете то, что для него неприемлемо, то, соответственно, ну, можно сомневаться в том, насколько вы его любите. Вот. Можно сомневаться в том, насколько мужчина для вас дорог. Вот. Ну, просто потому, что вы не считаете с ним, да, и его не уважаете. Не уважаете его желания. Вот. Реабилитироваться вам можно, только если вы перестанете делать то, что вас задевает и, собственно говоря, примите эту ситуацию, в которой он, ну, вот, чувствовал бы себя комфортно. Вот. То есть, грубо говоря, либо перестанете удалять сообщения в социальных сетях, либо, ну, либо перестанете делать то, что молодому человеку неприятно. Вот. То есть, в общем и целом, других вариантов здесь попросту быть и не может, к сожалению, к сожалению. Ну, вот. А если же вы считаете, что обеспечение материальное вам всё же важнее, или оно вам всё же дороже по какой-либо причине, то в этом случае, я думаю, ну, справедливо будет молодого человека отпустить, потому что у вас разные ценности с ним, разные ориентиры, и, соответственно, значит, искать того, кто будет делать то для вас, что вы считаете приемлемым. Вот. Обязательно, обязательно учитывайте тот факт, что в большинстве случаев, когда мужчина содержит женщину, он ждёт от неё, ну, скажем так, какого-то послушания, какой-то, может быть, покорности, какой-то, может быть, благодарности за то, что он делает, за то, что он делает для них. И если вы, вот именно вы не готовы к тому, чтобы выразить благодарность, к тому, чтобы подчиняться мужчине, к тому, чтобы, ну, например, отдать, допустим, часть своей свободы мужчине, если вы не готовы к этому, то, соответственно, я рекомендую вам рассмотреть варианты собственного заработка, потому что тот факт, что вы пользуетесь своей внешностью для, ну, того, чтобы получить определённую выгоду, да, получить определённую выгоду. Этот факт является временным и, к сожалению, рано или поздно он может перестать приносить вам доход. И в этом случае вы рискуете оказаться беспомощным и неприспособленным к жизни и необеспеченным. Потому что, ну, если вы отдаёте предпочтение именно внешности, а не духовности. Вот. И здесь, на самом деле, на мой взгляд, вырисовывается такая не очень хорошая картина того, что вы, вот вы говорите, что понадеется, как всегда, на время, да. А, вот, плотиться на время, это означает снять с себя ответственность. То есть, как бы, именно как бы, как бы сказать, что я ничего не буду делать, да, всё само собой, в общем, ну, произойдёт, да, всё само собой реализуется. Вот. Это работает. Но, опять же, до поры до времени. И если мы говорим с вами о взрослой жизни, то необходимо всё-таки более серьёзную и более взрослую позицию занимать. Ваша позиция, к сожалению, является дерзкой, достаточно, инфантильной, я бы сказал. Вот. Вот. И именно поэтому вы, собственно, вот, очень многое отдаёте на волю, ну, времени, на волю, на волю случая. Вот. Что, на мой взгляд, также не является, собственно говоря, признаком взрослого периодного поведения. Ну, если вы хотите для себя, реально, если вы хотите для себя, да, вот, нормальной жизни, успешной жизни и так далее. Значит, смотрите, вы пишете, что, ну, что просите извинений за то, что вы обращаетесь к психологу уже не первый раз и то, что вам стыдно. Вот. Я полагаю, что вы не склонны доверять своим чувствам. Я полагаю, что вы не уверены в себе. Вот. И, собственно, вполне вероятно, что подсознательно вы пытаетесь получить любовь, улучшить внимание какое-то, ну, таким вот способом. И, тем самым, значит, ну, компенсировать свою неудовлетворенность. Может быть, свой страх. Если это так, то я рекомендую вам с этим поработать отдельно. И тогда, возможно, ваша, ну, ваша вот, ваша бытность, ваша жизнь, она реализуется в более конструктивном и позитивном для вас ключе. Потому что, ну, по факту, по факту вы, как бы, имея право делать то, что вы делаете, безусловно, вы почему-то считаете, что мужчина, да, он должен, ну, принять вашу позицию. А это на самом деле не так, ну, просто потому что у мужчины есть свои какие-то ценности, да, вот. И мне кажется, что эти ценности, их, их, значит, значит, как минимум нужно уважать, как минимум. Вот. А, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительных вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...